Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Как стать смелым? Особенно, когда болезни и вирусы хозяйничают по планете. Как стать смелым? Понятия смелости неоднозначны. Смелость и дерзость, смелость, переходящая в дерзость, совсем не хороша. Святитель Феофан говорит своим ученикам, что жить надо с опаской, и право есть чего опасаться. Нельзя безудержно и безрассудно пользоваться этой жизнью вопреки воле Божьей, вопреки заповедям Господним, вопреки тем заветам, которые Господь установил с нами ради нашей пользы и спасения. Плохо быть бесстрашным. Страх Божий, великая добродетель может быть самое главное расположение, которое может помочь человеку взойти от земли на небо, исполнить свое предназначение в этой жизни. Но при этом страхом именуем и некоторое бездерзновенное состояние, малодушное, которое человека унижает, которое представляет из него какую-то тварь дрожащую, тогда, как сам Господь убеждает быть возвышенно расположенными, иметь убежденность и благонадежное упование на Бога своего. «Не превозмочь, — говорил поэт начала XX века, — не превозмочь в дремучей жизни страха. Нам остаются только поцелуи, мохнатые, как маленькие пчелы, что умирают, вылетев из улья. Это такие скорбные примеры расположений любви, которые, как лучики, просвещают жизнь, исполненную страхом. Но есть подлинный свет, открываемый нам Священным Писанием, и в лучах его узнаем мы, что страх — состояние, противоположное любви. Ибо язливость, малодушие присущи тому, в ком нет любви к Богу своему. Ибо тот, кто утверждается в любви, как свидетельствует апостол-авенгелист Иоанн Богослов, тот становится несокрушим в том страх, рассеивается, как тьма при восхождении солнца. Совершенная любовь вон изгоняет страх. Поэтому верящий Господу, любящий Его, следующий в путях жизни своей по Его заповедям, по Его указаниям, по Его святой воле, исполняется удивительно спокойного, не дерзкого, но ясного и мирного расположения. И это уже не настроение воинственное или бодрое, а устроение основательное и благонадежное. Его формирует в человеке Божья благодать. А благодать нельзя приобрести помимо таинств церковных и помимо жизни своей, посвященной и проходящей под лучами солнца, имя которому Христос, в путях церковных, в путях служения ближним, в путях борьбы со своими страстями. И таким образом человек, укрепленный в жизни церковной, не бывает малодушным, не бывает трусишкой-зайкой сереньким, который под елочкой скакал. Ибо хоть и не безызвестны нам замыслы врага рода человеческого, в песенке этой детской он символизируется волком. Порой волк, зубастый волк, страшенный волк, рысцою пробегал. Так и апостол Петр свидетельствует. Дьявол, як и лев, рыкающий, ходит окрест, иски, кого поглотите. Для чего это говорит апостол? Чтобы мы исполнились трепета и страха, чтобы мы забились куда-то в дальний угол, и жизнь наша превратилась бы в сплошное ужасание и страхование. Нет, для того, чтобы мы, имея страх Божий, победили страх вражий. И упование, возложив на него, на Господа нашего, с радостью и твердым упованием, совершали бы свой жизненный путь.